Министерство финансов требует от регионов дополнительных расходов. Регионы в ответ требуют увеличить софинансирование на переселение из аварийного жилья. А президент страны ставит сроки. До 1 ноября этого года разработать подробный план по ликвидации жилья. А до 1 января 2017 года ликвидировать это аварийное жилье. Как уложиться в сроки, думали на днях члены региональных правительств Приволжского федерального округа. Встреча прошла в Чебоксарах под председательством полномочного представителя президента в округе Михаила Бабича. Надо посмотреть вопросы тех категорий граждан, кто подлежит обеспечению в первоочередном порядке. Там, где действительно ситуация сегодня критическая, там, где есть опасность для жизни и здоровья людей, чтобы эти задачи решались в первую очередь. Как отметил Полпред, с финансовой точки зрения задачи сложные. Сейчас в округе почти 620 тысяч многоквартирных домов признаны аварийными. Общая площадь таких построек превышает 500 миллионов квадратных метров. И чтобы всех людей с этих самых метров переселить, необходимо активнее подключать частные компании для строительства жилья для переселянцев. Понятно, что власти долгое время не были заинтересованы в том, чтобы признавать жилья меткими аварийными. Потому что, как только его признаешь, сразу возникает обязательство с расселением из меткого аварийного жилья. При неизвестности источников финансирования, понятно, что создавать себе дополнительные обязательства заинтересованное испытание несомнительное. Поэтому сейчас, когда хотя бы в части федеральных средств ситуация более-менее ясна, мы надеемся, что этот процесс будет идти более быстрыми темпами. Пока же власти, в частности города Кирова, занимаются маневренным фондом. Это временное жилье. Как раз для тех, у кого дом признан аварийным и идет под снос. Но, судя по этим квартирам, сам маневренный фонд в регионе тоже аварийный. Поэтому запланирован ремонт. 20 квартир из 120. Уже устанавливают сантехнику, красят двери и окна. А потратят на такой косметический ремонт около 2 миллионов рублей. И это все, что произошло по этой теме за неделю.